Мы находимся на церемонии премии Аркал Тайга 2019. В анкет школе Паразис уже собрались около сотни участников. Скоро мы узнаем, кто же получит грандиозную премию в области дизайна интерьера. Мы называем это для себя дизайн интервенции, потому что мы хотим не просто это провести в своем кругу, профессиональном, даже партнеры, архитекторы, дизайнеры. Естественно, мы хотим показать эти работы публике, городу, чтобы на самом деле поделиться той красотой, которую мы знаем. Журнал «Современный интерьер» и «Союз архитекторов и дизайнеров» впервые организовали премию такого масштаба. Среди номинантов около 60 бюро и архитектурных студий Новосибирска каждый из участников мог прислать несколько работ, поэтому их больше, чем самих участников около 80. Номинаций много, но основные номинации, скажем так, они поделены по масштабу объектов. Это квартиры площадью до 100 квадратов, квартиры площадью больше 100 квадратов, общественные интерьеры и, скажем так, одноквартирные частные дома. Конкурс проводили с ноября прошлого года. Работы оценивали профессиональные жюри, жюри «Гамбургский счет» и путем открытого интернет-голосования. Я хочу поздравить всех участников конкурса с этим профессиональным праздником, в общем, с тем, что все еще раз увидели, какая чудесная у нас профессия, которая позволяет сделать мир вокруг нас лучше. По итогам профессионального жюри «Гамбургского счета» гран-при «Путевку Японию» взяли опытные дизайнеры-архитекторы с проектом «Панорама. Дом с видом на мечту». Их организация была на высоте, поэтому для нас это было просто удовольствие участвовать и не было никаких, ну, таких моментов тяжелых, чтобы там подать работу и так далее. Очень важно организовывать такое в Новосибирске, потому что вот в такой конкуренции, вот в таком движении ты как раз и можешь себя сравнить с другими. Нам неожиданно и очень-очень приятно. Первая премия показала высокий уровень дизайна в Новосибирске. В следующем году организаторы планируют конкурс с еще большим масштабом и количеством участников. Наталья Лядова, Тимур Тарабыкин, События РБК.